Любой, кто приезжает в столицу Татарстана, не может пройти мимо зданий КФУ. Одни выглядят торжественно, другие величественно. Но мало кто знает, какую историю на самом деле несет себе каждая постройка. Исторически это была усадьба. По сегодняшним данным известно, что она уже существовала в начале 19 века. Возможно, в основе части зданий есть участки стены 18 века. Вот это была усадьба с большим торговым двором. На месте нынешнего института располагалась усадьба Кабатовых. В ней жили помещики. И как свидетельствуют архивы, семья, причем очень дружная. Интересной деталью является то, что на заднем дворе они имели большие торговые ряды. Здание развивалось и меняло свое назначение. Так, во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, который работал в течение последующих нескольких лет. И в здании в свое время... Точно сейчас сложно сказать, что было в советское время, подо что здание было приспособлено. Но, вероятнее всего, уже под учебный корпус. А во время Великой Отечественной войны здание было приспособлено под госпиталь. Пару лет назад появился сам институт дизайна и пространственных искусств. Директором там стала Карина Набиулина. Она призналась, что на момент открытия в здании были некоторые проблемы. И здание у нас было, ну, немножко подуставшее, так скажем. У нас были многочисленные протечки, у нас даже были мышки в здании. И это было, ну, не очень мило, скорее, немного грустно. Но уже через несколько месяцев были ликвидированы большинство неполадок. Сейчас там до сих пор идут ремонтные работы и усовершенствование здания. В перспективе планируется восстановление объектов и реставрация фасадов, декора и лепнины. Лилия Шихудинова, Карина Саяхова, Фарид Захетаглы, Универ Ньюз.